Ментальность завоевателей Современная наука процветала в европейских империях благодаря самим империям. Очевидно, что она очень многим обязана древним научным традициям античной Греции, Китая, Индии и исламского мира. Уникальный характер западной науки стал проявляться лишь в начале нового времени одновременно с имперской экспансией Испании, Португалии, Британии, Франции, России и Голландии. В начале современной эпохи свой вклад в научную революцию вносили еще и китайцы, индийцы, представители мусульманской культуры и исконные жители Америки и Полинезии. Догадки мусульманских экономистов учитывались в трудах Адама Смита и Карла Маркса. Лекарственные средства американских индейцев были включены в английские медицинские трактаты. Данные, полученные при опросах полинезийцев, произвели революцию в западной антропологии. Но вплоть до середины XX века обобщали все эти бесчисленные открытия и, обобщаясь, создавали новые научные дисциплины члены властной и интеллектуальной элиты глобальных европейских империй. И Дальний Восток, и Исламский мир порождали столь же пытливые и проницательные умы, как Европа, но между 1500 и 1950 годами в тех регионах не появилось ничего равного физике Ньютона или дарвиновской биологии. Из этого не следует, будто европейцы генетически предрасположены к науке или что они будут всегда в первых рядах физиков и биологов. Ислам начинался как религия арабов, но был подхвачен турками и иранцами. Так и основы современной науки заложили европейцы, но сегодня это многонациональное предприятие. Как же сформировался прочный союз современной науки и европейской экспансии? Технологии сыграли важную роль в XIX-XX веках, но в начале современной эпохи они были еще не столь важны. Важнее оказалось другое. Ботаник в поисках новых растений и морской офицер в поисках новых земель прекрасно понимали друг друга. Они оба начинали с признания своего невежества, оба говорили «я не знаю, что там за горизонтом» и, отправляясь туда, делали открытие. И оба, моряк и ботаник, надеялись, что благодаря новым знаниям станут хозяевами мира. С самого начала европейские исследовательские экспедиции были завоевательными походами, а походы – научными экспедициями. Этим европейский империализм отличался от всех прежних экспансий. Раньше строители империи не сомневались, что и без новых знаний прекрасно разбираются в устройстве Вселенной, и по мере того, как расширялись их территории, попросту распространяли свое мировоззрение. Так, арабы, приведем лишь один пример, покоряя Египет, Испанию и Индию, не интересовались, нет ли у покоренных народов каких-то неведомых им знаний. Римляне, монголы и ацтеки жадно захватывали новые земли и приобретали власть и богатство, но знания их не интересовали. Европейские же империалисты, напротив, стремились к дальним берегам в надежде приобрести не только новые территории, но и новые знания. Джеймс Кук был не первым исследователем такого склада. Схожим образом мыслили испанские и португальские моряки XV-XVI веков. Принц Генрих, мореплаватель Иваска Дагама составили план исследования берегов Африки, чтобы овладеть островами и гаванями. Христофор Колумб открыл Америку и тут же установил власть испанского короля над новыми землями. Фердинанд Магеллан совершил кругосветное плавание и попутно застолбил для Испании Филиппины. Время шло. Задачи захватывать территории и приобретать знания все более переплетались между собой. В XVIII-XIX веках почти каждая военная экспедиция, отправлявшаяся в дальние страны, прихватывала с собой ученых, которым предстояло не сражаться, а совершать научные открытия. Когда Наполеон в 1798 году прибыл в Египет, он привез с собой 165 ученых разных специальностей. Помимо прочего, они создали новую научную дисциплину – египтологию – и внесли существенный вклад в изучение религий, лингвистику и ботанику. В 1831 году Королевский флот отрядил судно «Бигль» для разведки берегов Южной Америки, а также Фолклендских и Галапагосских островов. Флоту эти сведения требовались для подготовки на случай войны. Капитан корабля, увлекавшийся наукой, решил, что имеет смысл прихватить с собой геолога, пусть исследуют всякие месторождения, которые попадутся на пути. Однако профессиональные геологи отказались от этой чести, и капитан вынужден был пригласить 22-летнего выпускника Кембриджа Чарлза Дарвина. Дарвин учился на священника, но геология и прочие естественные науки привлекали его больше, чем Библия. Он ухватился за такую возможность, а что было дальше, известно всем. Капитан чертил свои военно-морские карты, а Дарвин собирал данные и обдумывал идеи, из которых вырастет теория эволюции. 20 июля 1969 года Нил Армстронг и Бас Олдрин высадились на Луне. Несколько месяцев перед полетом экипаж Аполлона-11 тренировался в пустыне, в лунном ландшафте на западе США. В тех местах живет несколько коренных американских племен, и существует история или легенда о встрече астронавтов с одним из туземцев. Однажды к астронавтам подошел старый индеец и спросил, чем они тут занимаются. Они сказали, что готовятся к полету на Луну. Услышав это, старик ненадолго примолк, а потом попросил астронавтов оказать ему услугу. — Что нужно сделать? — спросили они. — Люди моего племени верят, — сказал старик, — что на Луне обитают святые духи. Не могли бы вы передать им важную весть от моего народа? — Какую весть? — спросили астронавты. Индеец произнес несколько слов на родном языке и заставил астронавтов повторять непонятные им звуки вновь и вновь, пока они не запомнили фразу правильно. — Что это значит? — спросили астронавты. — Этого я вам сказать не могу. Это тайна. Ее знает только наше племя и лунные духи. Вернувшись на базу, астронавты нашли знатока индейских диалектов и попросили его перевести тайные сообщения. Когда они воспроизвели эту фразу, переводчик разразился неудержимым смехом, а успокоившись, сообщил им, что заученное ими фраза значит «Не верьте ни единому слову этих людей. Они пришли, чтобы украсть у вас ваши земли». Субтитры создавал DimaTorzok